Вот, поэтому быть на Академии Успеха или быть зрителем, потому что там компания предоставляет нам перевод. Раньше такого не было, чтобы на русском можно было смотреть на разных языках. Можно было только приехать в Тур Успеха. Сейчас он называется Dream Tour. И как вы знаете, что возобновляются туры. Скоро у вас будет возможность поехать в Корею. У меня была такая возможность в 2019 году. Я поехала, но это было еще тогда. Мы были филиалом Атоми Россия. И мне посчастливилось тоже поехать одной из Казахстана. Сейчас хочется, чтобы вся наша команда, Казахстан, Кыргызстан, Турция и все остальные страны тоже у вас получилось поехать в Корею. Это очень крутая мотивация. Очень крутой контент можно записать. И обязательно посмотрите, почувствуйте, что такое вообще Академия Успеха, потому что любой Тур Успеха, Тур Мечты, он сейчас называется Dream Tour, подходит под название нашей команды, команда Мечты Арман. Любой Тур Успеха он приурочен к Академии Успеха. То есть Академия Успеха – это самое важное мероприятие, которое пропускать никому нельзя. То есть из присутствующих только 5-6 человек посмотрели, да? Остальные тоже посмотрите обязательно, запись есть. Не обязательно смотрите всю Академию, так как она длится 5 часов. И можете проматывать, да? Кто запись смотрит, очень удобно, что можно промотать. Раньше Академия Успеха не были записаны. Они были только в эфире доступны, и только на корейском. Сейчас, так как компания глобализируется, доступна Академия на разных языках. На русском, на китайском и на других языках. Ну, мы с вами русскоязычные, поэтому нам удобно на русском смотреть. Перевод, кстати, именно этой Академии на русском был неплохой. Вот мы с Владимиром отметили, что приятно слушать девушек было. Да, Zoom только на английском, но вот на YouTube был эфир на русском, и запись сейчас доступна на русском языке. Обязательно посмотрю. Кто-то хочет добиться успеха в Атоме, вам нужно обязательно посмотреть. Академия Успеха – это домашнее задание будет. Я что посмотрела? Я тоже не всё смотрела. Я посмотрела, то, что меня интересует – это продукция. То есть там говорили о новинке. Это масло для ароматерапии, жужубала, масло лаванды и другие. Очень интересно рассказывают именно маркетологи компании. То есть они официально сами участвуют в разработке и потом рассказывают. Вот это очень такие глубокие знания нам передают. Даже через перевод всё равно можно много узнать. Плюс там ещё был фитнес-тренер, который я тоже переводила раньше, кто смотрел нашу тренировку. Атоме тренировка была у нас. И там она показывала фитнес-тренировку. Слим-бадди был марафон корейский. И вот там была такая возможность увидеть, как фитнес-тренер рассказывает про эти масла. То есть тоже очень интересно. Ну, это что-что меня особо интересовало. Возможно, кого-то из вас там интересовало. Ну, ещё другие. Там была запись, как всегда, Бак Хангиль рассказывал, да, в записи. Но ещё и было его живое выступление. Тоже посмотрите обязательно. То есть уже свежесть. Вот вчерашнее буквально. И награждение. Награждение было. Ну, как всегда в Академии успеха в Корее. Они начинают с мастеров продаж. Там быстро-быстро, да. Да, один мастер продаж со всех, со всего мира только один мастер продаж может выступить. Потом один бриллиант, один шарон. Затем. Когда уже с Ройл-мастеров, там уже несколько было пар, и трое говорили. То есть там из семи-восьми Ройл-мастеров, да, там трое всего говорили. Крау-мастера говорили, и империал-мастер, конечно же. Пак Хангиль тоже так обнял новую императрицу. И она так вышла красиво. Ну, то есть это всё очень так масштабно делается красиво. Как церемония награждения, да. И такие мероприятия пропускать нельзя. Даже как зритель. Поэтому, кто захотел посмотреть, вот кто не смотрел, кто теперь захотел посмотреть и точно посмотрит, плюсик поставьте. Ссылку я могу скинуть прямо вот в чат Путь Лидера. Вот Сармен, Мадина, Ниля, Елена. Да, вот в Турции, в Казахстане проводятся свои семинары Академии. Их тоже обязательно нужно смотреть. И в них участвовать ещё и как спикер. Но в Академии Успехов Кореи мы не можем участвовать, да. Но мы можем активно смотреть их и учиться. Потому что там, конечно, уровень наивысший. Как проводят Академию, это, знаете, это месяц к этому готовятся. Всё продумывается. Самые-самые топовые профессионалы работают над тем, чтобы показать нам эту Академию. То есть это всё делается для нас, для вас, для ваших команд. И посмотреть, и говорить своей команде. Посмотрите, уделите немножко времени, хотя бы в записи посмотрите. В эфире, конечно, это смотреть намного аферичнее, интереснее. Раиса. Здорово. Помало плюсиков. Давайте ещё. Кто ещё решил добиться успеха в Атоме стать Империал Мастером и начать с того, чтобы посмотреть Академию Успеха? На Рейлын. Ну, я видела, что я Рейлын уже смотрела, да, в эфире. Может, ещё и запись. Теперь хочется смотреть. О, пошли плюсики. Отлично, здорово. Я очень рада за вас. Наша первая Академия Успеха. Владимир сам ездил, потому что я не могла. Я с дочерью ещё маленькая была. Но вот самая запоминающаяся наша Академия Корейская, это вот когда нас награждали как новых мастеров Шаронской Розы. И недавно об этом у нас глупост, недавно в интервью, наше интервью на страничке Atomians Official, это в Инстаграме. Сейчас покажу. Кто ещё не знает, вот такой страничке тоже подпишитесь. Так, сейчас я расширю экран. Покажу. В общем, это такой аккаунт, где только очень высокого ранга мастера. Atomians Official. В своём Инстаграме я перевела, как они адаптировали речь Владимира. И знаете, что интересно? Что вот пост про нас, да, на корейском, английском, китайском и ещё здесь. То есть такого я вот в первый раз вижу, что, ну, видимо, это какая-то ошибка, да, ошиблись, и два раза нас залили, но я, ну, я сколько слежу за этим аккаунтом, в первый раз вижу, чтобы, ну, такую сделать ошибку, и два раза. Но Владимир, наоборот, обрадовался, сказал, что, ну, мы лучшие, а нас нужно несколько постов делать. Вот. Ну, в общем, видите, да, что здесь вот это стар мастера, вот здесь можно посмотреть стар мастера. Это, это международные лидеры Atomia. Да, в основном стар, royal тоже есть. Там вначале были империалы, вроде как. Шарон тоже есть. Ну, это кто, вот, страна недавно открылась, и вот чтобы их поддержать. Стар, стар, royal, шарон, да. Вот. Даймон даже есть мастер. Понятно. В общем, кто хочет сюда попасть, попробуйте через головной офис. Ну, кто уже в ранге особенно. Ну, Даймон даже, если есть, попробуйте. Запросите в головном офисе вот своем, да, в Atomia Kazakhstan или Atomia Russia, где, как туда попасть, вам скинут вопросы на английском или на русском. Я вот сейчас не помню, что Владимир заполнял. В общем, без разницы, да, вы потом сможете перевести. Но здесь нет русского, здесь только английский, китайский и корейский. Вот. И вы сможете тоже, да, попасть на международную такую, международный аккаунт, получить признание. Вот. И как мы сюда попали, тоже это может состоит, но показаться, что мы просто компания нас знает, она нас отметила, она сама нам написала, напишите свое интервью. Ни в коем случае, royal мастеров по миру, огромное количество. Я сама хотела сюда попасть, то есть желание было у меня большое попасть сюда, вот, где такие топ-лидеры международные, да, со всего мира. И к этому мы шли 9 месяцев. Вот где-то в августе у нас появилась идея попасть. Вообще, это не так давно. Давайте посмотрим, вот сейчас промотаем. Не так давно появился этот аккаунт. И вот, как вы видите, империал мастера здесь есть первые. И у меня сразу захотелось сюда попасть, потому что я видела, да, тут стар мастера есть. Когда мы были на ранге стар мастер, я подумала, что почему бы и не мы. Ну, то есть такая поучительная история еще получается. Так, давайте посмотрим. Ну, не знаю, мы сможем с вами дойти до конца сейчас. Посмотреть, когда примерно. September, ну, где-то вот, да, летом открылся этот аккаунт и сразу хотелось туда попасть, да. И я начала писать сначала в Корее, прям вот в директ, в этот аккаунт. Да, можно, можно месседж нажать, сообщение и написать прямо. Я на корейском написала, как можно попасть, там, мы вот стар мастера с Казахстана сказали обращаться в свой головной офис. Тогда мы были Атоме Россия, и я написала Антону Ламбриану. Он отправил нам вопросы, Владимир ответил, но тишина. Потом, ну, мы написали Антону, но не было ответа. И тогда уже открылся Казахстан, и мы начали писать Эльшер. Вот, Эльшер, это где-то уже весной было этого года. И вот через Атомниказахстан получилось туда попасть. Поэтому, кто аккаунт еще не записал себе, давайте я еще раз напишу. Ну, кто учит английский тоже, почему бы и нет. Кто мечтает стать глобальным лидером, тоже подпишите. Вот я вижу, моя жемала здесь. Много кто подписан. Вот, и вот этот аккаунт Atomians Official. Официальный, Атомянцы официальный аккаунт. Вот, и в этом интервью, есть на русском, на нашем аккаунте, есть об этом волнительном дне. О том, как нас награждали, как новых мастеров Шаронской розы, когда мы были на Академии успеха, который был совместно, то есть в одно и то же время проведен с Академией ОЭС Туром Успеха Атомной России. Да, я попала как участница. И также нам удалось попасть на сцену и получить награждение от самого председателя. Тогда он сам вручал. Сейчас, как вы видите, на Академиях уже вручает его помощник. А по Кхангеле он сам просто стоит, наблюдает как зритель, да, он больше. Ну, и потом в конце спикер. Так, Рейлан пишет, да, запись обязательно посмотрю. Очень интересно было и хочу делать отметки себе и своим, предлагаю смотреть полностью. Да, отлично. Конечно, эфир во всех чатах. Пишите, идет эфир на русском. Заходите. Заранее тоже предупреждают об Академиях. Она раз в месяц проводится. Но особенно, когда империал мастер, это всегда тоже интересно смотреть. Может, с Россией выставили из Казахстана, поэтому два раза. Но нет текста одинаковый полностью. Да, тут написано, Анатолий Казахстан. То есть для нас загадка, почему так произошло. Ну, мы не огорчились, мы, наоборот, радуемся. Вот, желаю вам также, чтобы, ну, это только от вас зависит, да, будут ваше интервью ставить куда-то или нет. Потому что мастеров много, тамианцев много, и нужно именно вот, когда вы сами действуете к своей цели, то тогда будет результат. Вот, как вы помните, я сначала, да, мы пытались, несколько, девять месяцев шли к этой цели, и получали то, там, игнор, да, то долго ждали. В общем, ну, всегда я писала, спрашивала, как дела, что там с нашим интервью, и, в общем, вышло. Получилось в конце. Если бы я не занималась этим вопросом, то не было бы этого интервью. Вот, и вначале мы с вами посмотрели историю Ройл Мастера. Мне очень понравилась история. Она говорила о том, что она косметологией раньше занималась, да, и пользовалась только очень дорогими брендами. В Атоме же она не сразу начала пользоваться косметикой, потому что для корейцев она дешевая. И, ну, начала пользоваться, и у нее начали изменения происходить, да, кожа стала лучше-лучше выглядеть. Вот, и дальше она начала уже команду строить, как сумасшедшая, как и учит Пак Хангель. То есть потеряла сон, начала работать, пропускала какие-то мероприятия семейные. Но сейчас зато она может помогать своей семье и сейчас гордиться своими достижениями. И вся семья может гордиться их достижениями благодаря тому, что она так с головой ушла в бизнес, и теперь она Ройл Мастер с международной командой. Вот, и вначале, как вы видели, она запнулась, она очень переживала, потому что эта сцена действительно очень, все серьезно там, там все там расписывается посекундно, и написано, куда тебе вставать, там, ну, это все заранее. Так, на таком высшем уровне все, вся репетиция проходит, что ты очень боишься накосячить и стараешься изо всех сил, чтобы вот делать, ну, выступить максимально хорошо. Вот, это очень волнительно всегда выступать. Так, сегодня у нас тема очень интересная и нужная в нашем бизнесе. Подготовьте блокнотики, ручки, и будете записывать. Можно не столько то, что написано, да, на слайдах, но и свои какие-то мысли, которые будут появляться, почему бы нет. Так. Вот так, да. Видно, да, слайды? Давайте еще спрошу, видно, переключаются ли мои слайды. Сейчас давайте вот так. Переключаются слайды? Видно вот цитаты для достижения весомых результатов? Да, отлично, хорошо. Часто такое сейчас бывает у меня, что не переключаются слайды. Вы тоже имейте в виду, да? Всегда спрашивайте, потому что иногда, когда не спрашиваешь, тогда, ну, люди так думают, что так и надо. Ну, не знаю, особенно кто первый раз в Zoom, когда вы свои первые обучения проводите, то, ну, может, так думают, что так и надо. А на самом деле слайды не переключаются. В общем, не стесняйтесь спрашивать. Итак, тема у нас такая интересная. Она называется «Наставничество». Это мое последнее занятие. В следующую субботу последнее занятие «Путь лидера 4» проведет Владимир. Я сейчас в таком интересном состоянии, не совсем могу говорить еще после ковида. Вот, но решила сегодня выйти, поделиться своими знаниями на эту тему, вот, пообщаться с вами. Итак, для достижения весомых результатов нужны сильные игроки. Это закон бизнеса. Цитата взята из книги, про которую я вам говорила на предыдущем уровне, «Привычки лидера» Мартин Ланник. Мы ее с клубом читателей сейчас дочитываем. То есть я ее прочитала уже в апреле, но в мае мы решили, то есть я решила дать время читателям дочитать ее, потому что книга очень нужная. Если кто еще не читал ее, обязательно прочтите. Очень крутая книга именно для айтамианцев. И запишите себе эту цитату, очень сильная, да? Для достижения весомых результатов нужны сильные игроки. Задача лидера – взрастить команду победителей. Вот кто уже в ранге, вы добавлены в чат чемпионы мира. Раньше он назывался по-другому. Я даже сейчас не помню, не вспомню. Вот кто мастер-продажи выше, не всеми мастерами, а мастер-продажи выше, они добавлены в этот чат Телеграм, где мы очень активно общаемся, делимся с самой свежей информацией, проводим планерки два раза в месяц с мастерами. В общем, всем желаю поскорее попасть в этот чат, если вы еще не там. И это была моя инициатива называть чат именно чемпионы. Еще и мира. Мира, потому что бизнес глобальный, а чемпионы, ну, потому что я вижу вас чемпиона. Особенно, ну, кто уже в ранге, это люди-чемпионы, которые достигли результата и хотят дойти до конца. И наша с вами задача как лидеров, мы руководители своего бизнеса, мы лидеры, и самообучение называется «Будь лидера», потому что вы таковыми являетесь, и ваша задача – это взрастить команду победителей. То есть вам нужно уже воспринимать свою команду как команду победителей, и чтобы это передать, нужно это и почувствовать. Поэтому запишите себе вот такие аффирмации. Я сильный игрок, и я победитель. И таков закон бизнеса, что если вы хотите достичь весомых результатов, а ранги и наша цель империал-мастер – это весомые результаты, для этого, конечно же, нужны сильные лидеры. В сильных рангах, например, чтобы стать империал-мастером, четыре краун-мастера. И чтобы стать сильным лидером, сначала нужно быть сильным игроком. Чтобы стать, чтобы быть в команде победителей, нужно самому сначала быть победителем. И давайте подумаем на тему того, что вы для своей команды являетесь спонсором или наставником. И мы называемся спонсорами, но также я считаю, что важно быть наставником для своей команды. И вот весь мой урок сегодня будет именно об этом, о важности наставничества. И даже в дивизии есть у нас такая строчка первая, как «служить в смирении». Именно «служить», «серв», «служить своей команде» в этом и заключается большой секрет успеха. Когда вы думаете, как вы можете помочь, что сделать для команды, потому что мы в бизнесе командном, и вы сами не можете достичь результата, но больше, чем мастер-продаж самостоятельно, невозможно стать бриллиантом без команды. Тем более империал-мастером без команды никак нельзя. Поэтому команда служит нам как помощь, чтобы стать империал-мастером. Но в ответ сначала нужно помочь команде, конечно же. Поэтому всегда думайте о том, как можно служить не в негативном, а в самом лучшем смысле. Служить, именно «серв», быть не слугой, а быть таким вот наставником, помощником, наставником в том, чтобы ваши партнеры, ваша команда достигла успеха. Это же здорово быть причиной успеха своей команды, своих лидеров. То есть когда ваш лидер говорит, да, представьте, что на сцене и говорит, я благодарен своему спонсору за то, что он познакомил меня с Атоми и также привел меня к успеху. То есть это огромная работа, это огромное достижение, когда вы были причиной или успеха ваших лидеров. И неизбежно так и произойдет, потому что мы вместе работаем, развиваемся, то есть работаем в этом направлении. Итак, если не складывать свое время и силы в развитии членов команды, они перестают учиться, интересоваться работой, их производительность снижается. Вот почему мы занимаемся обучением, почему мы общаемся с своим лидером, делаем семинары и другие разные, придумываем, да, нам никто не говорил, что нужно делать именно так. Мы сами, у нас всегда мысль крутится в голове, как я могу помочь, чем я могу послужить для вашего успеха. И если вы будете всегда думать об этом, то у вас получится стать хорошим наставником. Вот Альбина бежит на самые лучшие наставники. Здорово. А если вы не будете вкладывать свое время и силы, то есть тут не говорится о каких-то вложениях, как спонсор, ну, вот быть спонсором, да, вот значение спонсора, это вот кто вкладывает, спонсирует, вот такое, да, больше значение вот у слова спонсор, ну, так, если не в атоме, а просто. А наставник, он именно вкладывает свое время и силы в развитии членов команды. И, конечно же, чтобы вкладывать время силы и в развитие, нужно самому сначала вложить в себя, в свое развитие, свое обучение, чтобы давать, чтобы обучать. И следующее, давайте посмотрим, стимулировать заинтересованность и вовлеченность партнеров в рабочий процесс, выстраивать культуру постоянного улучшения. Тоже это задача лидера, стимулировать заинтересованность и вовлеченность. Вот благодаря разным движухам, чатам, группам, акциям, подаркам, совместным там, тимбилдингам, встречам, мастер-классам, вы стимулируете заинтересованность, да, то есть вы говорите, вот обучение, академия, успех и семинар проводится, это тоже, чтобы стимулировать заинтересованность. То есть все, что делает компания, она стимулирует нашу заинтересованность и вовлеченность. Материалы, которые есть, ролики, это все для того, чтобы у вас шло постоянное улучшение вашей и вашей команды. Если вы будете на это заострять внимание, у вас будет успех. А также лидеры одинаково открыты для всех. То есть есть, возможно, кто-то делает такую ошибку, что только концентрируется на новичках. Кто уже там, ну, в рангах, уже на них не обращает внимания. Нет, здесь нужно сбалансировать, да, сделать так, чтобы все получили от вас внимание. Быть одинаково открытыми для всех очень важно. У нас с Владимиром, например, так как нас двое на одном аккаунте, я больше работаю с новичками, а Владимир уже с мастерами. И кто работает один, да, вам нужно и там успеть, и там. То есть всем оказать поддержку одинаково. И обратную связь получать, поддержку давать, консультировать. То есть обратная связь – это когда вы спрашиваете, да, когда вы спрашиваете своих партнеров, как у вас дела, как я могу помочь, что вы сейчас делаете. Ну, то есть знать, быть в курсе дел, поддерживать. Если просят вашего совета, не спешите давать советы. Сначала хорошенько разберитесь, задавайте вопросы, чтобы хорошенько разобраться в той или иной ситуации партнера. И затем вы уже можете какие-то консультировать и давать советы. Потому что иногда бывает, что вашим партнерам нужно просто высказаться. Тогда им не нужны какие-то советы. Они сами знают, да, что им делать, но некому бывает высказаться. Это тоже наша работа наставника – выслушать и быть таким вот другом, который рядом, который не всегда занят, который может делить свое время. Время и силы в развитии ваших членов команды. То есть это не только к атоме относятся, это в любом бизнесе важно, как ваши сотрудники, да, ваши партнеры, это от них зависит ваш успех. Так. И вот это вот очень важное правило – усиливать веру в себя. Порой нам, как атомянцам, да, бывает сложно. Мы не верим в свои силы, вот нет уверенности. Кто-то даже боится там в прямой эфир выходить, да, даже на высоких рангах. Это нужно, конечно. Почему это происходит? Потому что вот нет любви и веры в себя. И то же самое может происходить у вашей команды. Когда ваш партнер, он хочет развиваться, рассказывает о бизнесе, рекрутирует людей, получает огромное количество отказов. И это нормально в нашем бизнесе, так как у нашей задачи, да, постоянно рекрутировать, чтобы поддерживать низы, и чтобы наша структура постоянно росла. Но, получая отказы, наша вера в себя уменьшается. Когда мы не получаем поддержку от спонсоров, наставников, мы тоже думаем, ну, значит, это никому не надо, да, то есть вот эта вот вера в себя, она все меньше и меньше становится. То есть почему даже могут с атомами уйти люди, перестать заниматься этим бизнесом не потому, что они не верят в то, что можно достичь империал-мастер, потому что они не верят, что это они могут достичь этих результатов. У меня, вот у них, да, у них получится, они там раньше начали и так далее, но вот у меня не получится. Эта вера в себя, она постепенно снижается. и задача наставника усиливать веру в себя, как у себя, так и у своих партнеров. То есть тогда, когда у вас сильная вера, это сразу чувствуется, да, энергия другая идет, и вы совершенно не стесняетесь себя, вы там выступаете, да, ну, сразу заметно, когда вы верите в себя, и это такой магнетизм, вот эта вот харизма, да, отсюда и идет. Когда вы верите в себя, вы можете горы свернуть. Но это такая вот переменная вера в себя, которую нужно поддерживать. И как лидер-наставник, ваша задача поддерживать эту веру в себя с самого начала пути вашего новичка до уже серьезных рангов. Ну, давайте посмотрим. Новичок пришел к вам в команду, и как я обычно, ну, я рассказываю о бизнесе, да, мне спрашивают, что расскажите об Атоме, рассказываю кратко, то, что это международная платформа с качественными корейскими товарами, где можно также зарабатывать, да, и без вложений, без рисков. Показываю наш маркетинг-план, справляю ролики. Когда человек уже принимает решение зарегистрироваться, я первое, да, такое поздравление, ура, 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 как на картинке, добро пожаловать в команду и высылаю первые шаги, да, я вот то, что вам высылала на прошлом занятии. Первые шаги, маркетинг-план, что делать, как регистрироваться, ну, то есть вот эти такие основополагающие, обучающие ролики скидываю, чтобы вообще человек знал, что делать. Такую базу. Вот. И вот, но когда новичок вам приходит, не забудьте поздравить его, да, что он теперь в вашей команде. Поздравляем. Можно его поприветствовать в рабочем чате, если он пришел именно на бизнес. Кто так делает? Кто создал свой чат? И когда приходит новичок, пишет, давайте поприветствуем нового участника нашей дружной команды. Илья так делает. Да, это большая радость, когда ваша команда пополнилась. Видите, кто уже в чате этом существует, ну, или когда вы оффлайн-встречу делаете, кто уже есть, они видят, что люди идут, люди приходят, для них это мотивация, уже кто есть в чате. А для человека, ну, это очень приятно, когда его вот так вот тепло принимают. И Лена, Ара, им здорово. А кто не делает так, возьмите на заметку, да, что всегда ставьте себя на место другого человека, на место своего новичка, на место партнера. Так как вы, даже если там вы уже годами в Атоме, да, вы уже по-другому себя чувствуете, да, может для вас регистрация, что регистрация уже не так радостна, но когда к вам приходит новый человек, знакомиться с Атоме, это же такая радость, когда ты ночами не спишь, изучаешь, смотришь ролики по Кхангиле, представляешь себе эти деньги, да, миллион долларов. Это очень все волнительно, все хочется изучить, и очень приятно, когда тебя так встречают, правда же? Следующий, давайте посмотрим, следующая ступенька у нас, когда ваш новичок уже становится торговым представителем и затем дистрибьютором, да, вот, например, в странах СНГ торговым представителем, ну, это глобально 10 тысяч пиви, дистрибьютором это ввели свой ИИН, в Турции это там тоже, да, свой Кемлик, в общем, стали дистрибьютором, тоже обязательно отметьте это достижение, потому что сам новичок, он будет стесняться еще писать в вашем новом чате, он там никого не знает, и когда он знает, что вы, оказывается, следите за тем, что он стал торговым представителем, что он стал дистрибьютором, это очень радостное тоже событие, ура, 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 поздравляем в чате, также это такой обучающий момент для вашей команды, уже действующей, вдруг кто-то добавился в чат, да, и не знал, что надо, вот, оказывается, бить ИИН, оказывается, нужно что-то сделать, чтобы стать дистрибьютором, то есть мотивация для всех, ну, не все, да, кто приходит к вам в бизнес, сразу становятся торговым представителем, они сначала там присматриваются, то есть не сразу все делают покупку, активацию, да, еще можно сказать, поэтому для всех тоже полезно, особенно для человека, который достиг определенного уровня, да, это все такие уровни, такие точки развития, следующий, первый бинар, кто отмечает первый бинар, второй бинар, ну, вот первый, конечно, самый, второй уже человек сам может сказать, я в чате, да, я закрыв второй бинар, а вот первый, именно когда наставник отмечает, это очень приятно, это такая радостная новость, кто отмечает первый бинар, кто уже годами в бизнесе, для него первый бинар, ничего особенного, да, но поставьте себе на место того, кто первый раз закрыл бинар, я помню, наш первый бинар, в январе 2019 года, очень радостное событие, то есть ты реально уже получаешь денежку, она пришла к нам просто, да, к Владимиру на аккаунт, вот, а то мне там вот первые 50 долларов, вы просто радуешься, как ребенок, и когда это в чате происходит, тоже можно даже в сторис отметить, если команда только у вас начинается, это событие, отметить сторис, отметить в чате, тоже обучающий момент для всех, что о, не забывай закрывать бинар, отмечаем первый бинар всей команды, пишет Нейля, я поздравляю всех своих партнеров в чате с каждым бинарным шагом, отлично, здорово, ну вы крутые наставники, и очень приятно находиться в вашей команде, я думаю, что вашим партнерам, и они дальше будут публицировать вас уже в своих чатах, уже сами поздравляю, да, и такие партнеры, они будут вовлечены, о чем мы говорили на предыдущих слайдах, далее, когда ваш новичок уже стал агентом, кто отмечает, у нас появился агент, и можно, вот я видела некоторые лидеры, они прям в сторис, фото выставляют, и поздравляют, ура, у нас появился агент, просто я знаю, что не все отмечают такие события, Елена выровна, всех отмечает, отлично, вот учитесь у Елены, очень такой добрый, приятный наставник, с которым приятно работать, и мотивация очень хорошая, ну, Елена пишет, теперь будем отмечать, да, агент, тоже важно, почему, потому что три раза больше денег за бинар получает агент, это три раза больше мотивации, делать здесь бизнес, и для всех обучающий момент, для кто в чате тоже, что надо становиться агентом, это классно, тебя поздравляют, ты получаешь больше денег, далее, семь мастер, это новый такой ранг, да, полуранг получается, когда у вас появляется семь мастер, тоже отмечать этот момент, это очень, это первый такой, полуранг, тоже важно, для новичка, особенно первый раз, кто становится, да, и сказать, что вот вы получаете 200 тысяч вон, это чуть меньше 200 долларов, тоже очень приятно, вообще, почему нужно отмечать вот такие события, это чтобы дальше у человека, во-первых, появилась важность, важность этого, что я добился чего-то важного, за что меня стоит поздравить, что я добился, что я вообще достиг этого, дошел до конца своей цели, то есть я хотел стать семь мастер в начале периода, и к концу периода я дошел до этой цели, вот когда вы можете поздравить человека с достижением какой-то цели, это очень важно. Показать важность достижения этой цели, то, что получилось достигнуть, это мотивирует человека достигать более высоких целей, то есть доходить до конца, то есть наш весь бизнес, это в том, чтобы дойти до конца, до империал-мастера, и вот такими шагами, если вы отмечаете их, то с большей вероятностью вера в себя увеличивается, и с большей вероятностью у вас ваши партнеры, лидеры дойдут до империал-мастерства, потому что они делали вот эти первые шаги, и вы были тем человеком, который отмечал их. Для них это очень важно, что вы отмечаете вот эти первые шаги, потому что если их не отмечать, то, ну, кажется людям, что они ничего серьезного такого не достигли, что это неважно, так как такие ранги, и нету какого-то, да, вот праздничного настроения от этого. Вот, следующий ранг у нас мастер-продаж, это первый ранг. Этот ранг помогает уже выше всем рангам достигать большего, да, то есть это такой, это самый важный ранг, и обязательно, конечно, отмечайте мастера-продаж. Сама компания отмечает мастера-продаж, это как деньги, да, бонус, и подарки, и признание, то есть если еще вы в своей команде даете такое признание, это мотивирует всех тоже становиться мастерами, то есть показывает, что это круто, что это действительно это достижение. Два с половиной миллиона перевести его справа. Вот когда новичку вы рассказываете это, многие говорят, это так много, это нереально, да, а вот когда достигаешь этого, уже кажется реально, что если я достиг мастера-продаж, значит, у меня есть уверенность, что я достигну империал-мастер. То есть если вот этого нет, то веры, что я достигну империал-мастера тоже не будет. Елена Джейлан пишет, как знакома, только закрыл агент и получил бинар. Это очень приятно. Когда твои партнеры достигают, это радость твоей мне, потому что в партнеру частичку себя вкладываешь. Да, партнеры – это наша семья, за которых мы переживаем даже больше, за которых мы переживаем и радуемся больше, чем за себя. Это очень здорово. А следующее – подтверждение ранга. Кто отмечается? Кто-то отмечает? Плюсик поставьте, пожалуйста. Вот мастера-продаж, я думаю, что многие отмечают, да? Вот фото ставят, ты мастер-продаж, а подтверждение? Когда ты подтвердил ранг мастера? То есть для многих этот момент выпускают, но это тоже важно. Это обучающий момент для всех, что не надо просто стать мастером. Нужно еще и подтвердить же этот ранг и дальше подтверждать и получать постоянно этот бонус 400 долларов, да, своих. Иначе важности его уже в мастерстве не будет, да, все просто там или себе мастера будут закрывать, или вообще не будут закрывать ранги. То есть от вас, как от наставника, зависит ваш успех. Так, Вика говорит, нужно себя наградить за проделанную работу. Да, и Стелла так говорит. Верно. И наградите себя, когда вы станете мастером продаж, ну и награждайте своих партнеров. Хотя бы вот так вниманием, да, в Zoom можно провести такое награждение. После каждого периода вы проводите награждение, хотя бы просто поприветствовать новичков, дистрибьюторов, кто бинар закрыл. То есть когда вы, как наставник, вот это все отмечаете дело, вы мотивируете всех на то, что это достижимые результаты, вы всем даете веру в себя. Поэтому подтверждение ранга это тоже важный момент. У Стеллы есть такое звание, как почетный мастер продаж, почетный бриллиант. Это вот тот, кто именно подтверждает. Тоже можете взять себе на заметку и именно называть так. Тех, кто подтверждает. Далее Автомастер продаж. Кто отмечает такое такое звание? Автомастер продаж это кто закрыл ранг 12 раз в год или в полгода. То есть за полгода каждый период нужно или за год 12 раз. Кто отмечает Автомастеров продаж? Ну, наверное, еще у вас не появились Автомастера продаж. Поэтому в чате тишина. Но когда появится, значит, вы знаете, что делать. Сама компания, как вы знаете, дает первую птичку. У меня тут на футболке есть. Компания дает первую птичку. Это такое нововведение 20-го года вот в пандемию начали выдавать птички. До этого только вот лидерский клуб выдавали птички. Сейчас мастерам продаж они самые маленькие, без позолоты, но уже очень приятно. Первая птичка. На пути, пишет Неля, там автомастер продаж это заявление вас как лидера. То есть, например, в международном мире вас еще не считают лидером, пока вы не достигнете автомастерства. Когда вы птичку не получите, ну, как бы это вы еще не лидер атоме. Поэтому это очень важный, важное достижение. Автомастер продаж. Всего у нас сколько? пять птичек. Первая птичка автомастер, следующий лидерский клуб сто тысяч долларов. То есть, большая разница. Сто тысяч долларов в год вы зарабатываете или вот стали автомастером на две тысячи долларов в месяц зарабатывать постоянно, каждый месяц. Это обязательно. стать нужно, во-первых, получить свою птичку. Любой головной офис, он очень радуется за вас, когда вы получаете свою первую птичку, записывает этот момент, сториз, отмечает вас. И сама компания. Это важно для всех. Когда в команде у вас автомастера есть, то есть и выше, выше всех, кто спонсор, они закрывают свои ранги более легче. То есть это в будущем, чтобы вам легче было зарабатывать и больше, чтобы вы зарабатывали, взращивайте в своей команде автомастеров. Следующий ранг. Ну вот автомастерство, подтверждение, оно не так ярко, конечно, когда становишься новым рангом. Поэтому большая ошибка, когда люди в команде они узнают только про то, что надо стать новым рангом, надо только бриллиантом, после как стал бриллиантом, надо сразу стать шаронской розой, но это неправильное мышление, нужно не забывать про подтверждение, про автомастерство. Но это очень приятно достигать нового ранга бриллиантовый мастер. Бриллиантовый мастер. Есть у нас бриллианты в чате. Я бриллиантовый мастер. Кто еще не на этом ранге, обязательно почувствуйте себя таким. Это вы получаете, да, раньше компания выдавала ноутбуки, мы своим планшетом пользуемся, дочь у нас активно им пользуется, я. Это вот за бриллианты нам дала компания, сейчас это в виде денежного вознаграждения, так как стран много и легче выдать денежный вариант. Нету бриллиантов, да, с нами очень классный ранг, это большое достижение, то есть вы уже наставник, вы создали команду очень крутую, и где у вас есть четыре мастера продаж сильный, которым вы помогли стать мастерами продаж. есть, да, Рейхан пишет, спасибо. Далее подтверждение ранга Алимира Ахметова, да, точно, я видела Алимиру в участниках, это очень крутой ранг Алимира Ахметова, бриллиантовый мастер, да, это звучит уже как круто, вы можете везде написать, что вы бриллиантовый мастер, можете, как мы делаем, да, чтобы быстрее стать бриллиантовым мастером, можете себе там рожку купить в виде бриллианта или там какое-то украшение, ну, даже можно недорогое, но чтобы там вот главное была вот эта символика в виде бриллианта. Наталья Сергеева Пак, да, точно, здорово, что вы знаете, вы отмечаете своих бриллиантов, молодцы. Когда подтверждение ранга бриллиантового мастера, то есть у бриллианта получилось свой ранг подтвердить, то есть уже не стать, а вот в следующих периодах подтвердить тоже, как наставник отмечаете этот момент. Почетный бриллиантовый мастер, да. Следующий это автобриллиант, то есть когда вы видите, это все, конечно, большая работа следить за достижением вашей команды, то есть представляете, да, сколько времени нужно уделять, чтобы вот структуру смотреть, просматривать, заходить, вот это Владимир у нас так делает, он заходит ко всем в аккаунт и смотрит там, какой у них оборот, какие бинары закрываются, это работа наставника, это ваша работа, от этой работы зависит то, сколько вы будете зарабатывать, на какие ранги выходить и так далее, это очень важно, и когда вы это делаете публично, это работает очень круто, да, вот я в семье знаю, что отмечается там каждый ранг тоже, там подарочки выдаются, все так все хлопают, тоже очень приятно всем, то есть они понимают, что они в классной команде, где люди заботятся друг о друге, люди отмечают вот эти важные моменты, которые нужно отмечать. Далее, автобриллианты в мастер, следующий ранг это шаронская роза, или если это мужчина, то мы говорим шарон, и ни в коем случае не занижайте, да, просто это такое название, не говорите, что, ой, это какое-то странное название, нет, это у каждого названия есть своя подоплека, да, свой глубокий смысл, шаронская роза это главный символ Южной Кореи, цветок, который растет независимо от погодных условий, но он растет только в кустарнике, да, где много роз, не в одиночку, также из шаронской розы невозможно стать, если вы человек-одиночка, который работает только сам, только я все сам, вот, то есть это такой очень серьезный уровень, вот у нас Райхан, да, с нами, она мастер шаронской розы, это большой уже лидер, да, и подтверждение тоже шарона, когда вы закрываете, у вас удается вам подтвердить этот ранг, это большое достижение, которое ваш наставник, вы как наставник должны отмечать, да, мы сейчас все наставники, вот Неллия пишет про своего шарона, это Виктория Пагда, Виктория очень гордится этим рангом, она стремилась к нему очень сильно, то есть это очень классно, когда есть такая вот любовь и гордость за свое достижение, вот, и подтверждение и авто, когда вы авто-мастер шаронской розы, вас наставник может порадоваться за вас, за этот уровень, это очень круто, кстати, здесь уже можно стать на авто-мастера шаронской розы, можно стать вступить в лидерский клуб, когда вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год, лидерский клуб, это вторая птичка, это птичка, которая у нас с Владимиром есть, нам выдали обоим, авто-мастера птички у нас нет, у нас есть лидерский клуб, и это большое достижение, вы глобальный уже лидер, который зарабатывает серьезные уже деньги, да, далее стармастер, когда, ну, представьте, да, что у вас в команде есть стармастер, это большое достижение для всей вашей команды, и вот когда вы это выделяете, у всех появляется такая вера в себя, что я тоже могу стать стармастером, я тоже хочу стать стармастером, учиться, когда это есть, то у вас просто, ну, команда чемпионов, подтверждение ранга стармастер тоже отмечаете, авто стармастер это тоже очень круто, например, мы сейчас еще не авто стармастер, мы авто широн периодически, да, стармастер закрываем, но еще не автор роял мастер, а роял мастера мы закрыли только один раз, да, вот Нелли знает своих наставников, кто на ранге стармастер, молодец, отлично, да, важно знать не только про своих, про свою команду, про своих партнеров, но и про своих наставников еще, в каких они рангах, где они находятся, часто бывает такое, что даже человек не знает, кто у него спонсор, на каких рангах, это упущение большое, как и партнера, так и наставника, поэтому важно, да, почувствовали эту важность, насколько важно отмечать все эти дела и насколько это будет важно для всей вашей команды и будущего успеха, то есть если вы уже взращиваете вот такую веру в себя у каждого своего участника, то вы с такой командой просто достигнете всех результатов, это очень просто, представить, что вот такая, когда мотивация огромная в команде, то вы будете расти вперед, другого нету варианта, как не расти, и это пишет Наталья Шин, стармастер, да, вот она записала себе в сценарий жизни, что она станет стармастером, и стала стармастером, именно в тот период, который записала, поэтому важно вести жизненный сценарий обязательно, о нем мы говорили с вами в предыдущих занятиях. Итак, с каждым рангом так и получается, да, что личностный рост и профессиональный рост происходит, то есть когда мы станем с вами империал-мастерами, мы уже будем огромными лидерами, но чтобы стать империал-мастером, да, сколько нужно обучиться, сколько нужно пройти не только рангов, но и разных ситуаций, и хороших, и плохих, и разных совершенно, ситуации, которые будут давать вам вызов, после которых вы будете расти, кто уже проходил через такие ситуации, ложные, но вы справились с ними, вы научились, поняли, что-то осознали, плюсик поставьте в чате, пожалуйста, чем больше вот Нелли пишет плюсики, стармастер, золотая серединка, да, вот, плюсики ставите, да, это очень круто, что вы проходите через это, это значит рост идет, то есть без ошибок, без каких-то неприятных ситуаций, приятных, без волнения, стресса, не бывает роста, как вам стать империал-мастером, если вы не проходите через вот эти этапы, это все становление себя империал-мастера, когда вы были мастером продаж, у вас было определенное мышление, да, помните, или кто еще не стал, когда вы были новичком, у вас тоже было определенное мышление, сейчас поменялось многое, вот как время идет, мы меняемся, и мы усиливаемся, мы становимся еще круче атомианцами, сильнее, глубже понимаем, что это такое, спасибо, это ваши плюсики, да, видно, что растете, бриллиантом мастером, когда вы были, вот когда мы были, мы, например, бриллиантов особо не были, даже несколько дней бы были, мы перепрыгнули этот рак, мастером шаронской розы, когда мы были, это мы были в Корее, успех был, наш награждал председатель, это очень крутой ранг, у меня была вот такая розочка, я подарила ее мастеру продаж, которая затем стала бриллиантов мастером, то есть вот такие символики у себя обязательно тоже заведите, привычку своих можно своим партнерам дарить, бриллиантик подарить, розочку подарить, звездочку, это все очень символично, и тоже вам будет всегда напоминать вашему партнеру о том, что вы есть, и то, что есть такие достижения, которые он может достичь. Далее, стармастером, когда мы стали, тоже было для нас очень знаменательное событие, первый стармастер в Казахстане и второй в СНД. следующий ранг это роялмастер, представьте, что вы на роялмастере, а если вы автоматически роялмастер, вы зарабатываете 40 тысяч долларов в месяц, и мы сейчас единственные роялмастера в СНГ и работаем над тем, чтобы стать автором империалмастер. Далее, краулмастер, такой доход, когда уже корону, вот такая символика, и последний ранг империалмастер 100 тысяч долларов, ну, примерно, зарабатывает авто империалмастер, и это, конечно, уже вы достигли всего, компания очень серьезно вас поздравляет. Так, ну так, мы добрались к империалмастеру, давайте посмотрим ролик от последнего роялмастера. Так, давайте, стоп, еще сделаю, чтобы немножко, да, вы фокус внимания поменяли и посмотрели, увидели, что это достижимо, то есть тоже, когда нам компания, в Академиях показывает империалмастера, она показывает, что это возможно для всех, если вот такие люди, да, у нее, если не ошибаюсь, 3000, вот сейчас, нет, сейчас не увидим, уже начнется речь о империалмастере, ну, где-то 3000, с чем-то был, айди, 3600, 220, то есть четырехзначная иди. Вот она 10 лет шла к этому рангу. Давайте посмотрим этот ролик. Это и правда, долго ждал. Я была незначительной и... Вас приветствует новый имперский империалмастер Ли Йон-Джа. Когда-то я была незначительной и скромной, а сегодня я расправила крылья успеха. 14 лет назад, когда я только начала работать в Атоме, я пообещала себе не сдаваться. Несмотря ни на какие трудности, я обещала себе добиться успеха. И сегодня я счастлива и благодарна, ведь я сдержала свое обещание. Когда я только начинала, я страдала от депрессии и менопаузы и даже часто чувствовала холодный пот. Мое здоровье тоже оставляло желать лучшего. Я терпела неудачу во всем, что начинала, поэтому моя самооценка была на нуле. На первый семинар я пришла без каких-то ожиданий, просто послушать. Но, послушав более пяти часов страстных лекций председателя, я обрела надежду, что смогу исправить жизнь, которую до сих пор жила неправильно из-за своего же выбора. После участия в двухдневном семинаре я была настолько взволнована, что не могла заснуть. С того дня я погрузилась в бизнес Атоме и без перерыва предоставляла его людям. Днем я встречалась с людьми, чтобы представить продукцию Атоми. А по вечерам я просто заходила в любые кафе, например, с жареной курицей или в пивные, чтобы предоставить продукцию. Однажды я даже пошла в общественную баню и в сауне рассказывала женщинам о продукции Атоми. С девяти утра до двух часов ночи. Не зная усталости, я сосредоточилась на бизнесе Атоми, не пропуская ни дня. с мыслью, что когда-то я тоже снова буду жить со своими детьми. Из некоторых магазинов меня выгоняли, но моя гордость уже была на нуле. Я не сдавалась, просто думала, что если меня выгонят из одного места, я пойду в следующее. Я принимала Хим-О-Хим и пользовалась косметикой, благодаря чему моя кожа, которая раньше была похожа на шкурку апельсина, заметно улучшилась. Постепенно люди стали меня узнавать. И так предоставлять продукцию Атоми мне стало легче. Поначалу я думала, что хотя бы двух тысяч долларов в месяц для меня будет более чем достаточно. Тогда я бы смогла оплачивать аренду за жилье и платить за обучение младшего сына, который учился в старшей школе. Однако по прошествии одного или двух лет на счету вместо двух миллионов вон двух тысяч долларов стали появляться восемь тысяч долларов и десять тысяч долларов. Я просто постоянно работала и представляла продукцию Атоми людям с утра до поздней ночи. И моя жизнь начала меняться. В какой-то момент дети сказали, кажется, наша мама сошла с ума. Я спросила, почему? Они говорят, что даже во сне я рассказывала о продукции Атоми. Я была уверена, что Атоми станет глобальной компанией еще до того, как был открыт первый филиал в США. Несмотря на трудности со здоровьем, я продолжала идти к успеху. Как я и ожидала, благодаря абсолютному качеству и хорошей цене, появилось множество глобальных партнеров не только в Корею, но и в США, Китае и Мексике. Если бы я не встретила Атоми, смогла ли я в этой жизни летать в другие страны, тем более на самолете? Сейчас было бы все то же самое. Даже выбраться из того пространства мне было бы нелегко. Если честно, я не знаю, сколько раз я отказывалась, когда директор Лим Джон Джа впервые предлагала мне бизнес Атоми. Может быть, есть ли среди вас тоже те, что, как и я, когда-то пришли на этот семинар после многих приглашений? Сегодняшний день может стать самым важным днем в вашей жизни. Если вам все равно суждено сойти с ума от чего-то, сходите с ума с Атоми, потому что это инструмент, который сможет изменить вашу жизнь. Как сказал председатель, вы не можете стать богатым в одиночку, но можете стать богатым, когда вы будете вместе. Это было действительно глубокое учение о пути к успеху. Председатель говорил, что если вы заработаете 2000 долларов на бизнесе в Атоме, вы должны потратить их все на своих партнеров. Я говорила, как я могу начать бизнес потратив 2000 долларов. Сначала я не понимала этих слов, но со временем я поняла. Если вы экономите 2000 долларов, то за год это 24 тысячи. Но вместо того, чтобы экономить эти деньги, вы просто отдаете их партнерам, ведете бизнес вместе, и тогда обратно вы получаете 240 тысяч долларов. Вот такой это бизнес. Это возможно, потому что вы это делаете вместе, а не одни. я работала на разных работах, потому что я одна растила троих детей. Мне было не столько трудно, сколько одиноко. Однако, занимаясь этим бизнесом, я сполна наполнилась любовью партнеров. В Атоме, даже если у вас нет особых способностей, или ваша жизнь отличалась, вы сможете восполнить недостатки друг друга и вместе учить к успеху. Что меня больше всего сейчас радует в том, что я стала империал мастером, так это то, что я могу спонсировать больше людей, потому что теперь у меня больше денег. Когда мои партнеры говорят, что живут хорошо благодаря моей поддержке, я чувствую себя самой гордой и самой счастливой. Я достигла вершины, но я на этом не остановлюсь. Я буду помогать всем моим партнерам, чтобы они смогли добраться до этого места. Буду и дальше общаться и поддерживать, чтобы эта дорога не была для них такой трудной. А теперь я хотела бы обратиться к своим любимым детям. Как вы видели на видео, мне как матери очень за многое перед ними стыдно. Моя старшая дочь, просто потому, что ты старшая, ты подрабатывала время учебы в университете, заботилась о двух младших братьев. Мои сыновья, вы верили, что мама обязательно достигнет успеха. Ждали и поддерживали меня. У меня все получилось благодаря тому, что у меня были вы. Большое спасибо. С Атоми мечты обязательно сбудутся. Держа в руках Атоми, это счастливый ключ к избавлению от бедности. Не беспокойтесь о том, подходит ли вам этот путь. Не сдавайтесь, потому что это сложно. Обязательно продолжайте двигаться к вершине. Мы будем вас ждать. Спасибо. Спасибо. Да. Вот такая речь империо-мастера. Также подумайте о том, что вы будете говорить, когда достигнете нового ранга. вечное выступление пишет фируза да очень такая теплая видно да что ну сразу вызывает симпатии империал мастер но и вот в роли мастер который мы смотрели на самом начале урока тоже очень классная мне понравилось вот именно искренне то есть я не всех выступления записала себе но вот кто понравился искренне да поэтому это для вас тоже реально да то есть вы сами себя ощутили на этой сцене пока шла пока шло выступление и вы видите что это не какая-то супер там красавица супермолодая там суперспособная говорит на пяти шести десяти языках и так далее это обычная женщина а у которой не было ничего до атоме которая даже несмотря на то что люди ей отказывали даже выгоняли да услышали эту историю все равно достигла до конца до самого самой вершины достигла и сейчас на нее смотрит весь мир она ее она рассказала свой путь очень сильная женщина с огромной вот целью чтобы дети у нее и гордились и ни в чем себе не отказывали и чтобы теперь у нее цель спонсировать партнеров вот именно как спонсор выступать да спонсировать тоже очень глубокая мысль здесь заложено увидели фотографию где она со своими партнерами кушает это вот что-то корейское да такое что нам тоже передалось и мы сейчас тоже стараемся когда мы с партнерами куда-то идем кушать никто не не платит за себя мы как наставники платим за всех и так нас научили наш спон наши спонсора и и почему они так делают потому что они говорят ну ты станешь зарабатывать как мы тогда ты будешь сам за себя платить или за всех платить а вот кто больше всего я зарабатываю как спонсор я хочу тебя угостить мне приятно я хочу сделать для тебя что-то приятное ты моей структуре да ты помогаешь мне закрыть бинар и на ранги выходить я вот хочу тебе как-то помочь проявить на внимание чуть не прослезилась пища нара классное выступление дух захватывает спасибо огромный миг и каждом разом влюбляюсь хожу с ума от атоме и все благодаря таким наставникам спасибо большое фируза вы тоже будете очень сильным наставником если у вас есть такое любовь сердце до душевно супер мотивация пишет иван классное выступление вот эта речь искренняя простая целлюстромлюда очень простая до нажидаем от мастер тоже так угощает гулимжан классно да даже если вы пока не можете позволить себе там всех сводить в ресторан вы можете в центре заварить рамен и всех угостить раменом нашим так и все и попробуют продукту продукцию и покушают вместе да вот это вот именно совместное когда вы кушаете это очень классно на команду влияет все трех с друг другом общаются сплочать так давайте дальше с нашей презентации давайте подумаем с вами а на что вы фокусированы когда вы являетесь спонсором на результат или на команде попозже в чате напишите р или к р это когда вы только планируете у вас четко есть организация у вас есть дедлайн да вот период например начался вы говорите команде вот у нас есть дедлайн нам нужно достичь всем своих результатов или бинар когда закрывается анализ проводите вы принимаете решения и делегируете полномочия ответственность или вы больше сфокусированными на команде когда вы такой человек который активно слушает заботится о партнерах обучаете мотивируете настав наставником являетесь они напишут будет фокус на команде тогда и результат команда до 50 команда команда спасибо за ваши варианты ответы действительно чтобы достичь успеха в любом бизнесе в том числе атоме это нужно балансировать как быть сфокусирован на результате так и на команде но если вы только на одном результате фокусируетесь вы будете ваш бизнес будет страдать как и если вы только на команде если вы только слушаете вы столько заботитесь но никакой организации у вас нет делегирование то тоже команда страдает от этого поэтому нужно и то и другое чтобы было тогда у вас будет отличная отличная успешная команда давайте больше поговорим про делегирование например вот такое такая цитата мне понравилась в книге жесткий менеджмент это книга будет книга июня нашем читательском клубе не вмешательство не метод лидера вот некоторые лидеры в атоме да они так зарегистрируют и говорят ну вот как хочешь так двигайся вот тебе чат и вот тебе материал но как бы вот и дальше не участвует в жизни своей команды команда сама развивается но сложно добиться успеха когда вы вы вот не вмешиваетесь а когда все идет самотеком то есть вы наставнику и лидер вы человек ответственный за успех своей команды поэтому вам нужно вмешиваться в то что происходит в вашей команде и второе это чтобы воспитать чемпионов недостаточно терпеливого ожидания нужно расширить их полномочия лишь так обеспечивается рост это мы говорим о делегировании то есть если вы хотите воспитывать чемпионов чемпионов мира мастеров продаж и выше не ожидаем а отдаем делегируем ответственность то есть чтобы вот например мы говорили да вот про вот эти усиление веры в себя чтобы новичков там приветствовать дистрибьюторов поздравлять бинары первые отмечать вы сами же не сможете это делать уже когда вы например мастер шаронской розы вы уже не знаете кто там добавляется и вы говорите своим бриллиантам мастерам продаж давайте вы будете тоже их отмечать то есть тоже это делать нужно то есть или в своих чатах или нашем общем чате давайте вот как я показала пример видеть вы видели что это работает теперь вам нужно делать это самим если вы этого не делаете вы сами все делаете вы во первых выдохнетесь вы устанете настолько у вас просто не вы не будете в ресурсном состоянии это будет все команде плохо если вы будете только на себя вот это дело тянуть что я тут лидер я только ответственный этот раздаю наставление когда ваша команда чувствует что она может это делать то есть обучилась да вот этим успешным действием и дальше это делает как вы делали то это намного лучше для них как для лидеров то есть они растут если вы это они не делают не расширяете полномочия то они не растут и еще такая цитата когда люди лишены возможности проявлять способности расти учиться они теряют уверенность в себе и перестают думать независимо такой коллектив инертен и вся ответственность ложится на вас очень важный момент то есть не будьте вот таким лидером который все я сам я я круто я лучше всех нет ни в каком случае это атоме это такой бизнес когда мы когда достигаем следующей вершины мы уже своим предыдущим рангом лидером уже даем это те же полномочия которые мы делали то что дальше нам уже нужно делать уже следующие другие вещи уже заниматься более организации да вот семинарами выездами так далее вы сами все сделать не сможете если вы это делегируете если вы видите своих лидерах лидеров именно и вы взращиваете лидеров тогда у вас получится очень сильная команда которая постоянно растет или вы хотите команду который коллектив инертный который все зависит только от вас вас ждут без вас ничего не делают они верят в себя или сильная команда чемпионов а елена пишет сто процентов как только даешь задание появляется много вопросов отсюда и опыта правильно да то есть вам позвольте своим лидерам пройти этот путь обучения через стресс да через волнение тоже мы растем и позвольте вашим лидерам пройти этот путь наделяйте какой-то ответственностью даже пинок кому-то необходим да чтобы пойти выступить на семинаре пойти сделать там свой youtube канал завести инстаграм страничку ну то есть это тоже без вашего без ваше наставление это возможно человек не будет делать и не будет верить в себя чтобы это сделать если вы об этом говорите что это нужно сделать ты сможешь это сделать это большое большая будет мотивация так и давайте посмотрим на секрет успеха нашей команды это норман мы всегда думаем как я могу помочь своим лидерам в июне будет запущена очень крутая акция на рекрутинг на всю команду арман тоже эта идея вышла из того что мы всегда думаем как я могу помочь и если вы запишите запишите себе этот вопрос обязательно блокнот и всегда себя спрашивать каждый день задавайте себе вопрос как я могу помочь своим лидерам как я могу служить своей команде чтобы она стала еще успешнее как я могу помочь и вот с таким мышлением можно добиться огромных результатов да вот мы и добились сейчас огромных результатов команда арман заявила я себе на весь мир благодаря такому мышлению и напишите пожалуйста в чате как мы как вы можете сейчас помочь своим лидерам какие идеи у вас появляются что вы хотите сделать что вы сделали возможно успешно это сработало это помогло вашим лидерам или помогает вашим лидерам какое-то успешное действие которое помогает вашим лидерам добиться успеха кратко можно в чате написать или возможно ваш наставник это делает или спонсоры это делают какая какую помощь мы можем оказать своим партнерам например я написала вот эти награждения да мы можем делать мы можем акции делать помогая с постами психологическая поддержка 24 на 7 отлично да это помощь потому что уже бизнес женский и в основном конечно мужчины тоже есть мы очень гордимся что есть мужчины основная часть этой женщины которые хотят эмоциональной поддержки елена пишет обучение провожу вектория акции о мастер шуранская роза с нами розыгрыши лотереи подарки это все помогает да вашим лидерам акция на регистрацию здорово мотивация поощрение подарками для новичков это прекрасная возможность попробовать больше продукции влюбиться учения тренинги организовывать тимбилдинги можно даже вот просто на пикник пойти пофотаться там продукцию разложить пообщаться на природе что еще можно сделать фотосессию регистрации когда вы делаете тоже очень помогает всей команде да спасибо за идеи давайте следующий возьмем пункт как подружить левую и правую ветки вот этот вопрос тоже наш всегда с владимиром посещал и наших старомастеров тоже они хотят чтобы левые и правые ветки не дружили да есть когда у вас дружная команда вы добьетесь большого успеха вот тут мы дружим отлично сделайте так чтобы ваша левая ветка и правая во-первых знали друг друга а во-вторых ну и не конкурировали да а именно дружили ну такое вот как мы говорим здоровая конкуренция существовала но не было прям вот такой агрессии зум-встречи да кстати да зум-встречи вот или встречи оффлайн тоже очень помогают очень просто делать совместные зумы и объяснять что успех одной дает возможность помогать отстающей верно да все все взаимосвязаны и вашим партнером намного легче здесь работать когда они знают что они не одни что они вот есть похожие люди на них ну потому что наставник для них как бы он всегда он как бы он раньше пришел он больше знает а вот кто в команде тоже есть это уже мы на одном уровне да как-то можем общаться уже проще уже одинаковый у нас возможный рост и куда расти дальше в общем даже если скорости разные все равно мы можем как бы больше друг другу дать и мне еще очень нравится когда вот в инстаграме я смотрю комментируют аккаунт одну девушке написали комментарий ее партнеры есть только ну то есть с другой вообще параллельной ветки и вот такая дружба это очень классно для наставника для вас как вот представьте да ваши веточки слева справа они знают друг друге они общаются они еще и поддерживают друг другу это вообще круто то есть вас как наставника это освобождает от ответственности только всегда вот самому поддерживать всех они сами это делают дальше совместные выходы на ранги вы знаете что у нас ациклантные скачки начало было три раза в год сейчас шесть следующего июля у нас вторая половина июля и когда все выходят в один период на ранг это во-первых легче психологически и материально тоже и тоже так объединяет всех так тимбилдинг там мы говорили уже об этом так или она регистрирует начальник сама и влево и вправо поэтому начальник все мои друзья и так и общаются между собой поэтому плюс что левую тоже надо строить надеяться не нужно да здорово да все правильно все грамотно с этим нужно обе ветки строить и объединять их таким образом да когда вы говорите партнеру что надо и туда и туда строите тоже вы даете ответственность так на этом все да у меня с презентацией в общем таким каким вы наставником вы хотите быть вы можете им стать я желаю вам огромной команды именно именно такой эффективной которая сплочена и идет в ногу друг с другом то есть такая дружная синергия да есть то такое слово синергия баланс вот эти слова они не просто в названиях абсолют то есть глубокий смысл даже в названиях продукции нашей заложен потому что от этого очень сильно зависит ваш успех то есть как будет синергия будет у вас гармоничный рост вверх ваш доход никогда не будет падать только расти и расти вверх с каждым годом последнюю страничку демонстрации наверное да я вам просто слайды вышлю в группу елена спасибо большое за пожелание есть кого брать пример спасибо большое друзья на этом мы завершаем всем желаю стать очень хорошим теплым но и в то же время организованным за сфокусированным на результате наставником спонсором для своих партнеров и усиливайте вот веру в себя сами верьте в себя любите себя ну и также чтобы в команду каждого партнера вы тоже верили усиливали их веру это вот наша с вами работа общайтесь не тратьте время и силы на общение не переоценивайте или не недооценивайте общение то есть звонки аудиосообщение это все тоже очень важно в нашем бизнесе спасибо всем большое супер полезные знания пишет мэля спасибо сегодня получился теплый урок благодаря вам спасибо мика за очень полезные знания фишки мотивация прошла на высшем уровне спасибо татьяна будем применять нормалат елена пишет так пока вы пишете давайте кто здесь с нами включаем видео и такой и такой давайте я вам сделаю бонус кто включает видео я вам делаю один комплимент будет сегодня такая у меня такое наставничество так сейчас я пропустила елена пак пишет большое спасибо за обучение как раз вовремя а то я думала как это сделать здорово очень полезный урок пишет наталья благодарю за тренинг вдохновляющий иван пишет классное обучение рейса тепло позитивно познавательно очень приятно всех видеть спасибо теплая встреча прошла спасибо вам и фото сделаем да давайте фото мы любим делать так ну вот пока включаете видео давайте комплименты Нина у вас вот любовь в Корее да очень круто очень круто у вас все получится вот Светлана вы очень светлая блондинка такая вам нужно почаще себя проявлять у вас все получится фирузочку знаю лично очень теплая такая девушка очень улыбчивая Елена вырына вообще она с звездочка теплая такая эмоциональная классная Елена это огонь я ожидаю очень больших результатов этой Еленой она всех поддержит в чате в марафоне элита не знаю лично я так думаю вы в Корее да находитесь но вот в Корее поедем надо обязательно встретиться вы очень приятная у вас там радуга красивый фон Наталья Сергеева Наташа это наша звезда Нефтекамска очень серьезный лидер вот хочется встретиться лично как-нибудь Райхан Тулютаева это врач с большой буквы всегда когда у нас какая-то проблема мы запрещаемся первым делом к Райхан потому что очень уважаем ее Сармен Мадина это просто пчелка такая теплая такая классная она когда говорит у нее прям взрыв взрыв очень большая благодарность за все что ты делаешь Мадиночка Елена Карабашева это большой лидер серьезный лидер одного из самых крупных центров в Алматы мама мастеров шаронских роз звездного мастера мы все очень любим Елену Юлечка Ким наш профессионал знаете за все что берется Юля можно не переживать что будет очень высокое качество Неля окталская звездочка наша несмотря на то что она выглядит как школьница она она уже мама двоих деток и лидер центра Раиса вообще вся команда знает такая активная обучается всем говорить что я еще вам покажу идет активно странички Иван еще мы не знакомы с вами но мы очень рады что вы разбавили наше женское общество своим присутствием мы очень гордимся что такие мужчины с нами Людмила тоже еще не знакомы лично но ожидаю увидеть вас ваше лицо как звезду Атоми на семинарах вы очень красивая Лиана Белялова а вы из Узбекистана да кажется да отлично очень приятно вы такая приятная девушка видно что серьезная и добьетесь огромного успеха в Атоме Виктория Пак кто не знает Виктория Пак в разъездах да сейчас Виктория она челка она успевает обо всех позаботиться то есть у нее такая вообще миссия в жизни быть полезной быть наставником вот классно быть классно быть рядом сейчас Виктория всегда настроение поднимается Ульнара и Лубаева с Алматы тоже кажется мы еще не виделись но но вижу вашу улыбку сразу как будто поднялось настроение да почаще радуйте своей прекрасной улыбкой так и Татьяна да у нас Татьяна здравствуйте вот айфон Татьяна где написано да очень приятно тоже вас увидеть спасибо что вы с нами ну давайте сделаем фоточку так Нурбулат Айнура здравствуйте а мы думали это Нурбулат Айнура нам пишет оказывается очень приятно вас тоже увидеть улыбка тоже у вас очень такая душевная красивая ну что ж давайте сделаем фото да что будем показывать давайте лидерский клуб супер вот так палец вверх один я сделаю фоточку сейчас у меня дочь научила нажать на зум два раза туда все увеличивается так раз два три здесь все успели Светлана Добрынина я вижу вас вот здесь вот видите даже название есть такой вот взрыв это девушка бомба ждем от вас очень больших результатов больших рангов успехов чеков так читаю чат бинго для всех в конце дня получить комплимент от Мики берегите себя обожаем вас вашей семье спасибо большое вот то что мы сейчас проделали вы можете делать из своей команды да один комплимент вроде но это такое настроение сразу на весь день поднимается и потом вы можете ну как бы вот это состояние очень такое хорошее хорошее вот такие хорошая энергия в таком настроении больше вы достигаете отличное очень сильное качество лидера знать каждого партнера в лицо лично столько комплиментов у нас лучше из лучших сочетаний нежности спасибо за ваши комплименты здорово да фото будет запись будет младиночка тоже обнимаю тебя что ж всех отпускаю всем спасибо что были со мной на следующие субботу уже будет Владимир завершать обучение путь лидера желаю вам огромных успехов в сатоне давайте до империал мастера только до конца пока